Всем громадный привет! Меня зовут Валентина и сегодня я снимаю видео о моих находках из секонд-хенд. Это в основном будут винтажные вещи, которые мне удалось отыскать в Германии. Сразу извиняюсь за посторонние шумы, у нас здесь недалеко аэропорт расположен. Плюс я снимаю с открытым окном, так как у нас в доме нет кондиционера и на улице очень жарко. И ко всему прочему у меня здесь 11 котов, которые привезены из Украины и которые не хотят понимать то, что я делаю в видео и хотят шуметь, играться и баловаться. Также хотела извиниться за то, что показ будет не совсем привычной для меня форме. У меня есть рейл, но он сейчас занят, а также у меня нет кремпелей, поэтому вещи буду показывать просто в руках. Итак, первое, с чего бы хотела начать, что удалось найти, это винтажная рубашка белого цвета, в черную полоску, рубашка кругнутая, с очень интересным воротником. Она идет 100% на контроль, но вот воротник это полиэстр, вот этот вот, который сверху пришит. Не совсем, конечно, это приятно к телу, но мне очень нравится модель. И вообще сейчас я делаю большой акцент на винтажные вещи, потому что, во-первых, это такое прикосновение к истории, во-вторых, мне очень нравится стиль тех годов и тех эпох, которые они представляют собой. И я в большом воодушевлении. Сейчас примерку показывает моя мама, так как на себя половина вещей я просто не могу уже примерить, мой животик не позволяет продемонстрировать все взящество тех находок. Где мы сейчас берем вещи? Первое, это секонд-хенды, а также в Германии очень распространена помощь Красного Креста и Калитас, то есть есть и платные, есть и бесплатные вещи, можно прийти в разные организации и получить почти полный гардероб. Люди активно занимаются пожертвованием, и здесь очень принято давать здоровую жизнь изделиям. Прошу прощения, у меня такое впечатление, что у меня не коты, а кони какие-то верят. Во влогах я покажу, как они устроились, посмотрите на этих восторгах. Вторую находку также показывает моя мама, это джинсы от Benetton, это винтажная модель невероятного качества, катон, деним, не очень плотные, и я надеюсь, что вот может быть к октябрю-наврю я смогу уже их носить тоже, потому что сейчас я их максимум могу одеть до бедер, дальше они на мне не намазят. Вообще они очень классные, мне нравится такая варка, мне нравится выберенность на коленях, также очень шикарное качество швов, такая строчка идеальная, и нравится вот сочетание такого вот коричнево-горчичной строчки и голубого денима. Материал это стопроцентный катон, они просто идеальны, мне кажется джинсы с той эпохи, сохранить в таком состоянии это надо уметь. Еще одна вау находка, это была снежная рубашка, которая застегивается сзади на пуговичках, с пейдлина украшена кружевом, также у нее есть рюши, воротник, стойка, очень интересные рукава, также с дополнительными кружевами, застегивается на пуговичку двойную. Мечтаю эту рубашку на себя примерить, мечтаю в ней походить, я бы ее может быть тоже просочетала с джинсами с предыдущего образа. Вообще она такая универсальная, она очень-очень стильная, с одной стороны романтичная, с другой стороны в ней есть что-то такое вот кэжуальное даже, может быть ковбойское, потому что все зависит от того, в каком образе ее внедряют. Я когда вижу такие вещи, я просто вдохновляюсь перед красотой. Кстати, девочки, было много вопросов по поводу Барселоны, вот можете наблюдать ее, она, конечно же, со мной. И, кстати, помните, кто смотрит мои видео давно, что всегда, когда включается камера, Барселона обязательно прибегает. Вот то же самое произошло и сейчас, я включила съемку, и Барселона, которая целое утро где-то пряталась, появилась на кадре. Очень любит кошкой сниматься. Итак, эта рубашка, это просто вам-вам. Да, что касается цены, я просили озвучивать цены. Повторю, что некоторые вещи достаются бесплатно, потому что есть такие вот специальные собрания, куда вы приходите. Это чаще всего организовывают какие-то церковные организации, где можно пить чай с пирожными, пообщаться с соотечественниками, и потом уже раздаются вещи. Если я не ошибаюсь, рубашка была найдена именно на вот таком собрании. Но, поверьте, у меня сейчас такая память, что я тут помню, тут уже не помню, поэтому я могла ошибаться. И я решила в видео не озвучивать цены, чтобы никого не были из-за блуждения. Ну, а эту рубашку вы наблюдали вместе с этими шикарными винтажными кюлотами. Они смотрятся, как юбка длинной мидии, ниже колена, но по факту это брюки, такие роскошенные шорты. Подобная модель у меня осталась в Украине, в городе Мариуполь, где я раньше проживала, только в бельветовом цвете. Вот эти же вот мы нашли для моей мамы. Никаких опознавательных знаков, бирок, что это за состав, какой материал подкладки мы не нашли. Только вот можем любоваться тем, что имеем. Они просто потрясающие. Мне кажется, эта вещь вне сезонная и вне моды, потому что ее можно носить круглый год. Тут главное подобрать правильную актуальную обувь и красивый аксессуар. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мне удастся приобрести рейл, тогда показ будет более динамичный и более красивый, нежели вот только я сейчас все показываю на кровати. Ну, вот это вот у нас красивейшая удлиненная рубашка цвета хаки от бодега. Она такая в стиле Лиза Кавалетти. Рубашка, которую хочется рассматривать. Здесь интересная техника покраски. Также в рубашке присутствует жадка. Сначала на груди она в форме ломбика выполнена, дальше на спине просто как резинка в области талии. Рубашку можно носить двояко, можно даже трояко, я бы сказала. Первый вариант – это застегнуть на все пуговички. Второй вариант – застегнуть не до конца. Третий вариант – завязать ее узлом на талии. У рубашки очень интересные двойные рукава, обманки. Здесь и кружево, и пуговички все разнокалиберные. Каждая сама по себе очень увлекательная. Конечно, такая вот уникальная вещь. Мне нравится, когда гардеробус состояет не из чистой базы, а когда у них есть вкрапления, каких-то эксклюзивных находок. Но в то же время мне хочется, чтобы вот такие вот эксклюзивные изюминки хорошо сочинались и с базовыми изделиями. Вот такое вот какое-то двойственное желание. Эту блузу я показывала вместе с юбкой длиной Макси. Это тоже винтажная модель. Она на 75% состоит из вискоз, 20% полиэстера. Что это за фирма, неизвестно. Насколько по бельке, я понимаю, это что-то из немецкого бренда. Казалось бы, черная Макси юбка, которая всегда будет актуальна, которую можно опять-таки носить круглый год. У этой есть одна особенность. Это разрезы по бокам, которые украшены красивыми бронзово-золотистыми пуговицами, очень фигурными. Мне нравятся вот такие вот юбки носить, как мама сейчас демонстрирует, с шлепанцами от H&M дутами. Также нравится обыгрывать в спортивном стиле. И не менее импонирует, когда такие юбки носят с буглогами, с какими-то грубыми ботинками и иногда даже с кроссовками. Здесь все зависит от того, как будет подобран верх и остальные предметы гардероба, какие будут использоваться аксессуары. В июне у меня было больше свободного времени. Я имела возможность посетить магазины, масс-маркеты в центре города. И я заметила такую тенденцию, что сейчас очень актуальны махровые изделия. Поэтому, когда в секонд-хенде было найдено вот это вот платье, конечно же, одноклассно принято решение его брать. Кстати, это платье было, я точно помню, где мы его нашли. Это секонд-хенд. Он, кстати, вот сапса уже закрывается. Это не магазин коммерционный, где можно купить вещи. Это специально для украинцев созданное помещение, где можно взять вещи. Так как многие люди приехали сюда абсолютно без каких-то предметов гардероба. Вот, к примеру, мы ехали. Я взяла буквально по пальцам, можно пересчитать, сколько вещей. И то, это было все в основном летнее. То же самое у моей мамы, у моего молодого человека. То есть мы полностью, одна машина была забита котами, вторая машина была забита вещами. И вот та, которая была забита вещами, это была моя маленькая, в которую практически ничего не поместилось. Поэтому, если у нас появлялась ровно-моженность найти какие-то вещи в магазинах, и если они подходили нам по потребностям, мы, конечно же, брали. И это платье было найдено в этом магазинчике. Классный этнический принт, очень красивая бахрома. Это платье не для повседневной моды, мне кажется. То есть, например, поехать в нем в центр я бы не смогла, потому что оно из пляжной атрибутики. У нас есть несколько пляжей в городе. Да, кто спрашивал, в каком городе, мы в Манхейме. Мы в Манхейме, как говорят немцы, мы в Манхейме. А здесь есть озера, здесь есть платные пляжи. Я вас не удивляюсь, у нас за полконом сад, и в саду живут и попугайчики, и разные птички, поэтому вот такие вот рейли, это нормально. Так вот, у нас есть и бассейны, и пляжи. И чтобы не ходить просто в шортах и в футболке, как это привычно, можно использовать это в платье, очень мне нравится. На меня оно сейчас не садится, потому что вот эта вот махровость добавляет только объема. Но мне кажется, на моей маме сидит идеально. Кстати, недавно я смотрела статистику своего канала, и у меня больше 60% людей, которые смотрят видео, не подписаны. Пожалуйста, подписывайтесь обязательно, оставляйте комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Я все еще не могу вернуться в привычную колею, вести активный инстаграм, хотя очень хочется, и очень хочется возобновить работу на инстаграм-аккаунте шоурум, тренди форейл, крошки-брошки. Но пока что все на паузе. Меня часто спрашивают, какие у меня планы в дальнейшем, девочки и мальчики, после пережитого этой весной, для никаких планов. Мне просто хочется немножко начать жить спокойно. Вот, небольшое отступление. И хотела показать вам заключительный образ. Это платье Semper Le Play. Наверное, так правильно я буду произнести его. Платье 100% лен, коричневого цвета, длина у него макси, очень интересные карманчики акцентные с завязками. Эти завязки можно делать банду, можно распустить, можно как-то акцентировать. У этого платья есть минус, оно просвечивается, поэтому под него можно надевать только бежевое белье. Но летом, если тоже дополнен каким-то платком, шалью, сейчас очень модно сетку надевать сверху одежды, либо, может быть, дарить на жакет какой-то черный, то можно и в городской моде, и в офисе. На меня это платье тоже не помещается. Вот, поэтому пока все выполнено благодаря моей маме. Ну и заключительное изделие, которое я хотелось показать, это кожаный рюкзачок, он такой мини, в форме треугольника. Несмотря на то, что у него небольшие габариты, много всего помещается. Также у этого рюкзачка интересные ручки. Можно вот, как сейчас, застегнуть, носить его на одно плечо, можно, как к распозе, даже его продемонстрировать, но можно расстегнуть и, как обычно, рюкзачок носить. Здесь есть карманчик под мобильный телефон, но я думаю, что эта модель рюкзака не современная, а более ретра, и поэтому нынешние гаджеты сюда не совсем будут удачно вписываться и помещаться. Ну, а так, очень классное качество кожи, незаезженный фасон. Мне нравятся вот такие вот изделия носить с брючными мужскими костюмами также. И на этом я пока сейчас буду заканчивать, но хотела сказать, что у меня уже есть, что показывать, что снимать. Это было бы только временно, это все из силы, потому что утомляемость у меня сейчас колоссальная. Для меня вот такой вот ролик снять, я два дня к нему готовилась, просто вот собирала вещи, собирали съемки, снимали, снимали, снимали. И вчера, например, я хотела разговорную часть записать, то, что я сейчас сделаю, но у меня просто не хватило даже на это никаких сил. Да, босс? Иди сюда. Иди, девочка, на камеру. Кто помнит моего боссика? Тоже мужчина поменял прописку. Да, боссиаса? Теперь ты немец у нас. Кстати, что касается котов, у меня столько вопросов в личку, в инстаграме, как мы их перевезли. И плюс тут у меня немецкая организация, которая помогает животным, и просила меня снять видео, смонтировать те материалы, которые мы снимали по дороге, и показать, как мы перевозили животных. Так что в ближайшее время я займусь этим процессом. А также хотела еще сказать, что здесь конкретно в нашем городе взять животное с улицы вообще невозможно, так как они все по приютам, либо перестроены, домашние. И вот когда ветеринары на обследовании, после того, как вывозите животное с Украины, его обязательно нужно пройти, увидели моего босса, одна из этих женщин ужасно уговаривала меня его отдать ей. Она даже узнала, с кем из моих котов он больше всего дружит, и хотела их двоих заплачивать. Вот, для меня это было шоком, сколько в Украине я долбилась, уменьшилась, чтобы пристроить какое-то одно животное, дом у маленького котенка. Здесь это просто тебя с руками его забирает. Это у меня есть мечта вывести часть, с домышей из Мариуполя сюда, но пока я не имею возможности вернуться в Украину. На этом видео уже точно буду заканчивать. Я поняла, что я очень скучала по камере, у меня скопилось очень-очень много историй, поэтому обязательно в ближайшее время вернусь в режим съемок почаще. Спасибо, что были со мной, обязательно ставьте там видео лайки, подписывайтесь, будьте на прожить.